Привет всем зрителям и подписчикам канала Фартовый коллекционер. Итак, в этом выпуске мы поговорим о ценах на обиходные монеты Украины в отличном состоянии, монеты из роллов, сколько стоят роллы. И посмотрим, какие цены в книге Максима Загребы. Но не, например, не в этой 2018 года, а у меня есть. Сегодня забрал новую посылочку. Книжка из будущего, можно сказать. Так что, если хотите знать цены, какие сейчас в каталогах, продолжайте смотреть. Давайте распаковывать эту книгу. Я связался с автором и попросил мне прислать. Она, в принципе, уже есть на первой выпуске на сайте. И вы можете зайти. Ссылочку я оставлю в описании. Итак, распаковываем эту книгу. И убираем запаковку. И видим каталог. Смотрите, довольно толстый каталог. И сейчас посмотрим. У нас 16-е издание. Боже, какая красивая книга. Давайте смотреть, что мы сейчас увидим. С чего начинается. Ну, собственно, календарик на 2021 год. Надеюсь, этот год будет для нас получше, чем 2020. Вот здесь оглавление. У нас про обиходные монеты, памятные монеты. Монеты в роллах, как вы видите. Суррогаты. Как я узнаю, автор мне сказал, что будет больше посвящено монетам обиходным. Больше посвящено монетам обиходным. Потому что в первых выпусках обиходных монет не так много информации. А в основном больше про наборы и про юбилейные. Давайте посмотрим и сравним. И у нас с чего начинается книга. С обиходных монет. Мы видим, что в Луганском патронный завод указаны те монеты, которые делались на Луганском станкостроительном заводе. У нас пробные копейки. Вот, собственно, это у нас редкие разновидности. Редкие года. 5 копеек 1994-1996 с тиражами. 5 тысяч тираж, 300 штук 1994 года. 5 копеек 1992 года пробные, 300 штук. Дальше по тиражам у нас указаны 15 копеек. Единственное, что не указаны тиражи, как мы видим. 1995 год. 20 тысяч штук у нас. 1996-й. Тут большие тиражи. И вот еще пробные гривны. Конечно, это очень интересно. Вот у нас более детально по ягодам. По ягодам копейка. Смотрите, какой еще у нас добавилось биметалл. Очень интересно. 1994 год. Латунная вставка в кольце магнитной стали. Латунная вставка, не магнитная сталь. Смотрите, вот 1996 год. Понятное дело, что цену может определить только аукцион. Гляньте, отличная фотография. Прям вообще супер все видно. 1996 год у нас. Тут есть разные разновидности. Действительно приятно, когда уже больше уделяются именно обиходным монетам. Вот копейка. Все тиражи у нас и стоимости. На заготовке 10 копеек даже у нас указана. Копеечка. Какие года бывали. И приблизительные стоимости. Цена тут, я думаю, рынок или выше рынка. Кстати, я планировал снять ролик и про 2 копейки 92 года. Если интересно, пишите. Обязательно засниму. 2 копейки, 5 копеек. У нас мы видим тиражи. И приблизительные стоимости. 2001, 2003 год. Так, у нас, конечно, цена. Лучше цену смотреть на аукционах по реальным продажам. Или, например, в клубе коллекционеров. Бывальше в клубах цена дороже, чем на аукционах. Гляньте, это у нас 2008 год. Это которые были в наборные. Наборные обожают эти монетки. Вот у нас и английский чекан. У нас указаны здесь. Указаны. Смотрите. И 10 копеек 92 года. Вот такая разновидность. Ведь цены, конечно, отличаются от того, что я видел на аукционах. Так, 10 копеек. Дальше у нас пятнашки. Указаны латунь. Вот. Латунные. Ну, 23 тысячи есть. 13. Ну, по-разному. Все это зависит от состояния. Насколько монета в хорошем состоянии. Нет на ней каких-то забоен. И не только. Так, 25 копеечные. В целом, прямо по всей обиходке в книге указано. Прошлись. Вот, собственно, гривны. Это у нас уже гривны 2001-2018 года. Есть те, которые, собственно, в наборах у нас идут. И поштучно можно посмотреть. И указаны тиражи. Что это тираж 5 тысяч штук. И ориентировочная стоимость прямо, ну, 220-300. И так оно и есть за эту гривну. Кстати, я собираюсь еще вот в таком вот альбоме. Вот такие наши, собственно, юбилейные гривны. И вот эта гривна. 20 лет денежной реформе. 60 тысяч раш. Ну, ее рыночная цена от 220 до 300 гривен. В принципе, такая реальная сейчас цена на эту гривну. Вот у нас. Кстати, по ценам на монетки юбилейные уже цена, конечно, ну, зависит от состояния. Если это просто монета найдена из оборота, цена, ну, может гривен 10 быть на нее. 10-15, если удастся вам продать. Вот, если продавать ее из ролла, конечно, цена может стоить и 100 гривен. Вы, как видите, здесь. В принципе, я для себя их откладываю. Вот у меня вот есть вот в таких вот боксах они хранятся. И укладываю я в капсулы. Вот. Сейчас вам покажу, какое состояние, какое состояние монет идеально для вашей коллекции. Да, это монетки. Ну, вот они из, собственно, из ролла. 65 лет. Думаю, продаваться они должны приблизительно от 45 гривен и выше. По каталогу они указаны 80 гривен. Пока такой цены на них нет. Хотя, я думаю, в перспективе, как только у нас золотые гривны уберут, такие гривны будут интересны именно в таком состоянии. Если кому интересно приобрести, пишите мне в инстаграм. Я буду рад продать вам поштучно. Также у меня есть несколько роллов. Я выставлял на Виолите. Выставлял вот такой вот ролл у меня есть. 65 лет. Ну, собственно, это, конечно... Сейчас мы перейдем, узнаем, сколько же стоит вот такой вот в таком состоянии монеты. Дальше. Давайте посмотрим. У нас наверняка роллы должны быть сразу или нет? Ага. Вот у нас гривны. Гривна 5. Это новый формат. Ну, по стоимости, конечно же, они ничего не стоят. Потому что, ну, кроме номинала, потому что пока сильно много разновидностей там не обнаружено. Браки, повороты. Ну, вот это, это, это да. Вот наши новые десятки. До 20 гривен указана здесь цена. Вот и подсолнухи, и медики. Флот. Вот новая десятка, которая вышла. Значит, наш план по выпуску монет. Кстати, к сожалению, пока нет фотографии. Видимо, не попала она. Вот. Давайте посмотрим, что дальше. А вот, собственно, и роллы. Ролли. Такие бумажные ролики. Давайте смотреть. Значит, у нас, мы видим, ролл 65 лет по каталогу оценивается в 3500 гривен. Как вам такая цена? В принципе, если посчитать, что 50 монет по 100 гривен, например, то уже 5500. 5000. Если посчитать, что 50 монет по 100 гривен, это уже 5000. Соответственно, здесь дешевле, потому что пока не дошла цена до 100 гривен. Вот. Евро. Евро. Вот такие роллы. А у нас по 1250 гривен. Конечно, цена сейчас на них подпросела, но я думаю, это хорошие инвестиции, потому что монетки можно распродавать поштучно. Люди, коллекционеры будут брать именно в хорошем состоянии. Не просто из оборота, а вот в таком вот идеальном состоянии. Сколько же стоит у нас копейка ролик? Ну вот, видите, по годам. 2009 год 200 гривен, 2010 150, 2011 150, 2012 100 гривен. Так, а у меня какой тут есть где-то ролик? Копейки, что-то я не наблюдаю. Но где-то был у меня такой ролл. Вот. Две копейки от 200 до 350 гривен. Пять копеек. У нас 2007 год самая дорогая. И там дальше восьмой, девятый поменьше. Вот. Так, у нас что мы дальше видим? Следующий у нас 50 копеек гривна. Вот, кстати, гривна у меня тоже есть. 2014 года. Вот такая гривна. Ну, она по каталогу не сильно дорогая. 150 гривен стоит вот такой вот роллчик по данному каталогу. Так, конечно, жалко, нет фотографий, роликов. 60 лет освобождения Украины от фашистских загаробнуков. Вот 7500 тут указан. И вот 2005 года тоже есть. Так, давайте дальше смотреть. По стоимости наборы. Ага. Здесь 5 гривневые тоже уже, уже вот так оцениваются. 300 гривен стоят вот такие у нас ролики с десятками юбилейными. Вот они у нас 300, 300, 300 гривен. Вот. Это у нас редкий, редкий с 2004 годом 50 копеек и 25 копеек стоит вообще космос. 65 тысяч. В принципе, я думаю, тысяч за 45 я видел проходы. Люди покупали, потому что знают, куда они будут эти поштучные монеты перепродавать. Это и магазинам интересно. Вот. 25 копеечные. Тут я, кстати, не увидел, потому что я вот так хранятся мои 25 копеечные ролики. Давайте глянем, где они тут есть. 25 копеек. Ну вот. А какой год? 2015 у меня год. 25 копеек 2015 года. Ну вот ролик один стоит 50 гривен. Ну, я думаю, палетку нет смысла разрывать. Можно прям таким вот форматом продать, кому хочется. В принципе, и магазины могут покупать себе и потом распределять поштучно монетки продавать. Потому что состояние, ну, из ролла оно гораздо-гораздо ценится. Так. Это у нас шаги. У меня, кстати, вот такого шага нет. Интересно, если у кого есть, пишите. Конечно, цена приличная, но это реально редкость. Редкость такие монетки встретить. Наборы. Что у нас, кстати, по ценам? 9000. Ну, не сильно поменялись цены. Но в целом, я думаю, с течением времени наборы будут дорожать. Вот у нас 2008, 2010. Вот. Собственно, эти все-все-все наборчики. Вы видели у меня в одном из прошлых видео. В этом наборе, собственно, один из подписчиков их уничтожал. И мы понимаем, что тираж набора, ну, не 10 тысяч, а как минимум уменьшилось на то количество, которое этот подписчик уничтожил. Там, думаю, наборов 50. Может быть, гораздо больше людей занималось тем, что эти наборчики, монетки продавались без, собственно, этой упаковки. И, в принципе, если заморочиться, то на Виолете можно найти те монетки, которые продавались конкретно из набора. И приблизительно прикинуть, ну, может, наборов тысячу, может, две тысячи этих наборов уничтожили, может, больше. Вот. Эти наборы у нас 5000 тоже разбирались. Я думаю, наборов 100 точно разобрали, потому что эти гривны уходили довольно часто. Это каштаны, потому что люди перекладывали их себе в папочки, люди перекладывали их себе вот в такие, да, пустые альбомчики. И довольно классно оно выглядит. И когда у вас собранный набор, давайте покажу. Когда у вас собранный вот такой вот красивенький наборчик, оно выглядит просто потрясающе. Тоже у меня монеты из роллов здесь, в штемпельном блеске. Это огромное удовольствие такие монетки видеть у себя в коллекции. И вот эти у меня в идеальном состоянии. Это были мешковые, но перебранные почти не ходили в обороте. Вот. По все-все-все по годам. Так. Набор 19-го года, конечно, нас не сильно порадовал. 18-й набор мне нравится. Кстати, очень красиво, гляньте, как он тут показан. Ну, прикольный набор. У меня их даже несколько есть. Потому что это... Так, значит, что мы еще видим? Набор 20-го года. Ждем. Тираж будет 30 штук. И приблизительная стоимость его и 21-го года. Вот. Так, давайте посмотрим, что у нас дальше. У нас дальше нет... Это юбилейные монеты. Добавляются. Ну, в целом, что могу сказать. Книжечку, ссылку я добавлю на сайт, где можно ее приобрести. В районе 400 гривен данная книга стоит. Юбилейные монеты. Здесь уже указаны плюс дополнительные. Мы видим их в золоте. Вот, кстати. О, это интересно. Это пектораль, пожалуйста, кто видел. И, конечно, Энеида. Набор. Уже, видите, под него и тираж. Вот он. Пока я не делал обзор на него. Кстати, если у кого есть на продажу или на снять обзор, присылайте мне видео. С радостью покажу этот набор. Потому что пектораль я показывал. Действительно приятно покрутить такую вещь. И со стоимостью. У меня, кстати, есть на канале обзорчик. Вот обязательно посмотрите. Это у нас монетки золота коллекционные. У меня пока украинских монет из золота нет. Кстати, автор говорил, что они недооценены. В одном из прошлых видео. Говорю, что недооценены монеты из золота в Украине. Это у нас копии гривны киевского типа. Кстати, тоже они делались разные по типам. В разных местах. Вот Харьковский ювелирный завод у нас во Львове делались. Киевский, Львовский, Киевский. То есть у них разные были накладочки такие на эти гривны киевского типа. Конечно, такая гривна киевского типа. Тоже интересно ее найти где-нибудь. Где-сюда находят, выставляют на аукционах. Это дело такое. Это, конечно, нужно огромную удачу иметь и искать, искать, искать. И не каждый находит. Потратите колоссальное количество времени и денег на то, чтобы поискать данную гривну. Так, это мы видим пластины. В принципе, довольно редкие вещи с небольшими тиражами. Продавались они, я думаю, что среди приближенных к Национальному банку. Это у нас в шаре. Гляньте, вот сувенирные такие вещи. Ну, скажем так, коллекционной стоимости прям вот такая вещь. У меня был такой в шаре. То есть монетка классно смотрится. У меня даже обзор на канале есть. Но вот как-то в альбом ее не положишь. И как-то вот она бывает. Мне просто надоело. Я ее продал. Но вообще выглядит, конечно, клево. Ну, больше как сувенир. Хотя каждый избирает то, что ему нравится. Это у нас от Луганского монетный двор. Выполнял вот такие жетоны. Я, кстати, продавал такой жетон. Вот у меня несколько жетонов еще остались. Это, в принципе, тоже редкие вещи. И в будущем, я думаю, они будут пользоваться спросом. Если у кого есть вот такие жетоны киевского метрополитена, пробный, предлагайте. Я с радостью вас приобрету. Так как немного увлекаюсь этой тематикой. Так, ну что. Давайте долистаем эту книгу. Посмотрим, что у нас тут еще есть интересного, эксклюзивного. В принципе, качество печати очень крутое. И я думаю, каждый хочет посмотреть. Да, и каждый хочет иметь такую книгу в коллекции. Потому что это позволит легко ориентироваться и по ценам хотя бы приблизительно. И по типам, и по каким-то разновидностям. Вот что-то такое. Меня часто пишут в инстаграм, что вот находят вот такие жетоны. Или там где-то их находят или покупают на барахолках. А что это вообще за жетон? А это на самом деле жетон, который люди сами самостоятельно делали. Так, давайте подытожим по стоимости монет в данном каталоге. Цены здесь рыночные. То есть, возможно, на слете коллекционеров или на Виолите можно приобрести подешевле. Но здесь так, чтобы ориентироваться в порядок цен. То есть, порядок, сколько приблизительно может стоить та или иная вещь. И какая у нее, скажем так, какая перспектива роста. Вот, кстати, очень круто сделали. Отдельно вынесли с буклетами. Наши буклеты. И довольно красиво. Раньше такого не было, если брать прошлых выпусков книги. Этого не было. Вот. В целом, крутая печать. И можно легко познакомиться со всеми монетами, даже которых у вас нет. И потихоньку-потихоньку их подкупать к себе в коллекцию. Главное, чтобы это вас срадовало. Главное, чтобы вы могли поделиться с друзьями. Показать, как будто, родственникам. Конечно, есть супер редкие и дорогие монеты. Вот, например, данная юбилейная монетка. Но у нее тираж очень маленький. И много этих монет было вывезено. Потому что тематика такая. Ежегодные собрания ЕБРР Рады. Вот. 11500 мы видим, она в буклете стоит. Конечно, можно купить ее реально дешевле. Но вопрос только сейчас бюджетов. На что вы конкретно выделяете. Передовую монетку я показывал в прошлом выпуске. Здесь она, видите, указана по цене 80 гривен. Хотя, однозначно, она сейчас уже стоит за 100, за 120. Вполне реальная. Вот ее видел я продажи. Друзья, напишите комментарии, какие монетки вы собираете. Собираете ли вы юбилейные? Какие вам нравятся? По каким тематикам? Возможно, вы с тампопечатью монеты собираете? Или еще с чем-то? Поделитесь в комментариях. Очень интересно, что вы коллекционируете. Я коллекционирую и юбилейные монеты у меня есть. Сейчас немножко меньше их стал собирать. Потому что я закрыл альбом обиходных монет. Но, в целом, интересны немножко браки мне. Какие вам, интересно, попадались ли вам браки? Кстати, вот тоже интересная монетка. Гривна со вставкой. И по приобретению данной книги ссылочку я оставлю в описании. Также можно ее приобрести, я думаю, на Виолити. Ссылочку на Виолити я тоже оставлю в описании. И небольшую вставочку про Виолити. И оставайтесь с моим каналом. Спасибо, что смотрите. Надеюсь, вам было полезно и интересно посмотреть вот такой вот каталог. Можно сказать, из будущего, 2021 года.